Всем привет! Вы на канале Сутажный Сундучок, меня зовут Оксана. В сегодняшнем видео я хочу вам показать результат моей работы с украинским сутажем. В предыдущем ролике, который есть на моем канале, я показывала распаковку и делала небольшой обзор на украинский сутаж. Мне повезло в инстаграме выиграть хомячий набор из 25 цветов украинского сутажа. Это полностью вся цветовая палитра. И если вам интересно, вы можете посмотреть предыдущий ролик и изучить все цвета. За это время я успела немножко поработать с этим сутажем, сшить три вот такие разные сережки. Они все пока еще не парные. И сегодня я хочу вам показать, как сшить вот такую сережку белого цвета. Перед тем, как я начну сшить эту сережку, я хочу вам рассказать немножко подробнее о том, что у меня в итоге получилось и к какому выводу я пришла в ходе работы с украинским сутажем. Как одна из подписчиц где-то мне написала, сейчас уже не вспомню, то ли в группе, то ли в комментариях на канал, у этого сутажа есть такое ощущение, что он как бы скрипит. Это то же самое, как вязальщицы меня поймут, бывают акриловые нитки для вязания, которые прям вот на ощупь поскрипывают. Я не уверена, что это будет слышно, но я попробую вам сейчас это донести. Вот, я надеюсь, что слышно. Он пружинит, такой достаточно объемный. Именно из-за этой его объемности и пышности с ним довольно-таки сложно работать. Если на белом цвете какие-то огрехи, которые я здесь допустила, в принципе не очень сильно видно, то на других цветах уже это очень заметно. Когда я сшила сережку, вот в этом месте у меня образовался как бы перетяжка сильная. И вот здесь вот тоже образовалась перетяжка. Именно за счет того, что этот сутаж очень мягкий и его достаточно легко зацепить. Теперь посмотрите по самому изделию. Оно все равно получается мягким. То есть, если вы хотите шить какой-то кулон из украинского сутажа, то обязательно между изнанкой и самим сутажем вам нужно будет прокладывать какой-то либо картон, либо пластику уже, зависит от того, что вы используете. Но здесь в этих сережках я этого делать не стала. Форму он в принципе держит за счет того, что здесь использован плотный кожезаменитель. Достаточно большим разочарованием для меня стал бежевый сутаж украинский, потому что поработав с ним, у меня, честно говоря, не было особого желания сшить что-то еще. Почему? Если белый сутаж смотрится таким, ну, достаточно интересным монолитом, голубой сутаж смотрится тоже достаточно неплохо, то в бежевом что мне не понравилось. Во-первых, я поняла, что сочетать больше двух шнурков подряд украинского сутажа получается некрасиво. Это мое исключительно мнение, но оно основано на том, что я начинала, когда шить эту сережку, я тоже изначально взяла здесь три шнурка, если вокруг капельки еще было ничего, то вот здесь вот получилась огромная такая странная колобаха. В общем, я все это распустила и перешла на двойные шнурки. Здесь я решила попробовать повторить все-таки три шнурка, поскольку у меня не получается шесть шнурков рядом, но мне результат все равно не очень понравился. Для меня бежевый сутаж вот выглядит как, знаете, как шерсть. Возможно, здесь дело действительно в неправильной подборке материалов, как мне написала одна из моих подписчиц в группе ВКонтакте, что такой сутаж хорошо смотрится исключительно с матовыми камнями. Возможно, я не пробовала, но при этом хочу сказать, что белорусский сутаж отлично смотрится с блестящими камнями, он такой же матовый. Здесь же очень широкая вот эта вот боковая стенка, которая еще очень сильно закручена. Здесь обязательно нужно следить за направлением косички, кстати. И как-то смотрится, ну, прям вот веревками. Поэтому мне не понравилось шить в такую вторую сережку. Я, пожалуй, не буду, хотя она вроде как и меленькая, но я, наверное, ее все-таки распущу и отложу в бусинки на следующий раз. Голубая же сережка, в принципе, мне понравилась. Я сделаю вторую. И кому-нибудь, возможно, они и подойдут. Ну что ж, давайте начнем шить белую сережку. Что мне понадобится для того, чтобы ее сделать? Бусина-капля из искусственного жемчуга. Я использовала бусинку-восьмерку. Две бусинки-шестерки. Одна бусинка-четверка. Буду использовать вот такую хрусталинку. И обычный чешский бисер 11-го размера, ярко-белого цвета. Как обычно, отмерю нужную мне длину. От середины и на закручивание. Сложу пополам. Потом еще раз пополам. У меня получится два шнурка. Почему я так делаю? Очень сильно пушится. При этом, конечно, хорошо плавится. За счет того, что он полностью синтетический, он не чернеет. И он мягкий. Поэтому, в принципе, вот это вот сложение пополам, оно мне мешать нисколько не будет. Теперь посмотрите, какой нюанс. Когда вы работаете с широким сутажем, у него сбоку видно направление вот этих косичек. И когда они у вас идут в одном и том же направлении, это смотрится значительно лучше, чем когда они идут у вас в раздрызг. Вот так. Еще одна сложность работы с этим сутажем в том, что он тянется. Посмотрите, у него есть запас такой на растяжение. Я, честно говоря, не знаю, в чем это измерить. Но вот если такая сторона, ее чуть-чуть потянуть, она растягивается еще на целый сантиметр. Поэтому в работе это тоже нужно будет учитывать обязательно. Я нахожу середину. Складываю шнурки. И здесь работают, начинают точно так же, как если бы я работала с любым другим сутажем. Беру мононить. Мононить я решила после экспериментов здесь использовать исключительно толстую. Потому что тонкая мононить не держит каркас вообще. Давайте я поднесу камеру поближе. Посмотрите. Вот я вошла иголочкой. И вот она у меня тянется. Кроме того, узелок тонкой мононитью проскакивает сквозь этот сутаж. Теперь здесь ситуация какая, что слишком сильно тянуть тоже нельзя. То есть очень тяжело найти этот баланс. Нанизываю каплю. Нанизываю одну бисерину. Работаю точно так же, как если бы я работала. С любыми другими капельками. Здесь очень важно соблюсти баланс. То есть сутаж нужно немножко натянуть. Потому что если вы этого не сделаете, он будет у вас вокруг этой бусины болтаться во все стороны. И в итоге уже в конечной работе вот это вот место, посмотрите. То есть видите, при малейшем изгибе, вот здесь у меня натяжение получилось недостаточное. Я потом, конечно, это закреплю. То есть маленькой капелькой суперклея геля или семитысячника и плотнее как бы зафиксирую форму. Здесь я постараюсь этой ошибки избежать. Так, я пришиваю первую сторону. И вот уже в этот момент сутаж нужно натянуть. То есть посмотрите, как я это делаю. Здесь у меня бусинка по максимуму пришита. И я натягиваю на бусинку свой сутаж. Возвращаюсь, как всегда, обратно сквозь бисерину. Вот, посмотрите, при малейшем перетягивании сутаж превращается в черти во что. Это при том, при всем, что у меня довольно-таки большой опыт работы с сутажем. Ну, вот такой, это, конечно, безумно сложно. Не настолько он в итоге красиво выглядит, насколько с ним сложно работать. И посмотрите, вот у меня вроде как я попала. И все равно есть возможность еще как сильно натянуть сутаж. Я сшиваю его между собой. Теперь, посмотрите, мне нужно вшить вот эту вот мою восьмерку сюда. Для этого сначала мне нужно определить ту сторону, которая будет лицевой. Потому что с одной стороны я вот уже сделал такой задир. Видите, вот он у меня случился тут. Поэтому лицевая сторона у меня будет все-таки вот этой. И надо не забывать о том, что сережка шьется в зеркальном отображении. Поэтому завиток у меня пойдет в эту сторону. Так, я нанизываю жемчужинку. И теперь здесь, так как с белорусским сутажем, сразу говорю, не получится. Сразу все четыре шнурка пришить я не смогла. Поэтому я это делаю по очереди. Сначала пришиваю первые два шнурка. Еще раз напоминаю о том, что никаких затягиваний украинский сутаж вообще не допускает. Он сразу моментально деформируется. Выхожу. И пришиваю второй. Вторые два кусочка. Формирую полностью завиток. Теперь, сейчас мы будем использовать очевидный плюс украинского сутажа. Он мягкий. И легко позволяет прошивать себя вдоль и поперек вообще. То есть серединки у него как таковой нет. На этом этапе я отрезаю спокойно лишние концы. И подплавляю их зажигалкой. Плавится он довольно-таки легко и аккуратно. Посмотрите, что он позволяет делать. Совершенно безнаказанно. Именно поэтому я использую плотную мононить. Потому что затянуть я этот сутаж не могу. Он моментально деформируется. А каркас за счет чего-то мне создавать нужно. Так, заканчиваю тут фиксацию шнурков. Здесь еще у меня как раз нитка кончается. Шиваю я их здесь для того, чтобы в последующем у меня шнурки не смещались. Если бы я работала с белорусским сутажем, здесь я этого делать, честно вам скажу, не стала бы. Я бы не стала так сильно заморачиваться, потому что форма там держалась бы. Здесь также очень важно соблюдать такой баланс, для того, чтобы форму круга при перетягивании не потерять. Первый элемент я закончила. Заправила новую ниточку. Теперь мне нужно сшить вот этот вот элемент и создать здесь завиток. В этом нет ничего сложного. Через обычный бисер я пришиваю два своих шнурка. Заодно, как раз в этот же момент, еще раз дополнительно прохожу вот эти свои четыре шнурка. То есть создаю дополнительный каркас для такого мягкого изделия. Посмотрите, я просто создаю бисерную дорожку. Сейчас мне нужно будет ее дошить до моей бисерины, так же как и в этой сережке. И пришить шнурки друг к другу. Сейчас я это сделаю, а потом к вам вернусь. Что ж, посмотрите, я пришила бусинки по кругу. У меня получилась верхняя часть сережки. И я дошла до того места, где у меня шнурки должны встретиться между собой. Здесь мне опять нужно будет вот эту бусинку. Я ее захватываю пальцами. И вокруг нее натягиваю шнурок. Сначала один, потом второй. Теперь мне нужно кончики закрепить на изнанке. Не забываю периодически сравнивать. Так, посмотрите. Проверяем. Цель у нас правильно. Теперь мне нужно сделать еще раз то же самое. Обойду свой завиток бисером, пришью и закреплю вторую шестерку. Потом уже то же самое повторю с четверкой и закончу бисерин. Сейчас я сделаю второй завиточек. Посмотрите, я обошла второй завиток бисером и дошла до того места, где шнурки должны встретиться. То есть, выхожу вот здесь, как бы в предыдущем стыке, пришиваю сюда бисерину к предыдущему завитку. И в оставшуюся уже часть. Встречаю, когда шнурки между собой, пришиваю бисерину там. Управляю форму, пришиваю. И вшиваю сюда еще одну шестерку. Вот такая форма у меня сейчас получилась. Теперь мне осталось повторить то же самое. Сделать вот этот элемент, вшить в него уже жемчужинку четвертого размера. И закончить завитком через бисерину. Делаю я это точно по такому же принципу, как и в первый раз. Пришиваю бисер и заканчиваю на том же расстоянии, что и в первой сережке. Так, давайте я вам покажу заключительные этапы создания этой сережки. В них, в общем-то, нет ничего особенного. В нижнюю часть мне нужно вшить сейчас хрусталинку. Я это делаю до того, как пришиваю изнанку, чтобы просто не было видно узелочков. Потом она мне мешать не будет. Я выхожу из изнанки, нанизываю бисерину, бусинку-каплю, бисерину и возвращаюсь в бусинку-каплю и в бисерину пришиваю. Прохожу так порядка трех раз. Ну вот, собственно, и все. Мне останется только вшить швензу и пришить изнанку. Изнанку я здесь пришивала самым обычным обмёточным швом. Использовала, причем, белые нитки, а не мононить. Для того, чтобы эти ниточки не блестели и мне показалось, что так будет интереснее. Сейчас я закончу быстренько вторую сережку. Покажу вам результат. И, наверное, подведу какие-то итоги по работе с украинским сутажем. Я полностью дошила свою сережку, пришила к ней изнаночную сторону, обычным обмёточным швом, так же, как я это сделала с другой стороны. И мне осталось только пришить швензу. Сделаю я это самым обычным способом, мононитью. Приложив сережки друг к другу изнаночной стороной, я вышла в том же месте, где у меня начиналась первая сережка. Нанизываю две бисерины, нанизываю швензу в нужном направлении и еще две бисерины. Перешиваю. Прохожу так порядка трех-четырех раз. Делаю я это для того, чтобы швенза не вылетела. Оставляю небольшой хвостик, который потом подплавляю. Вот, собственно, и все. Вторая сережка тоже готова. Так вот у меня получилась вот такая пара красивых белых сережечек. И давайте я подведу свои какие-то итоги по поводу работы с украинским сутажем. Смотрится изделие не в каждом цвете. Все-таки хорошо. Еще раз скажу о том, что в белом цвете сережки мне нравятся, в голубом тоже. Как смотрится бежевый сутаж, мне нравится уже немножко меньше, потому что здесь очень сильно видно боковые косички. И за счет этого у меня такая стойкая ассоциация с шерстяной ниткой. Немножко все-таки, по-моему, сутаж должен выглядеть по-другому. Изначально это вообще был шелковый шнур. А здесь используется обычный акрил, который даже при подплавлении слегка пахнет ацетоном. Видимо, за счет того, что вот этот материал недорогой, он смотрится немного дешево. Но повторюсь, что белый цвет, как выглядит, мне нравится. Я думаю, будет хорошо смотреться также еще черный цвет, какие-то другие темные цвета. А светлые уже нужно пробовать. Все в процессе. К несомненным плюсам украинского сутажа должна отнести то, что он легко шьется. Прокалывается неимоверное количество слоев сутажа без проблем. К минусам отнесу то, что с ним достаточно тяжело работать. За счет того, что он объемный, рыхлый, он имеет тянущуюся структуру. И за счет этого довольно-таки сложно уложить в нужную форму и очень легко поставить затяжку. Ну, в общем, как-то любви с первого взгляда, во всяком случае, с украинским сутажем у меня не получилось. Тем не менее, сережки, я думаю, мне удалось создать довольно-таки красивые. Ну, а на сегодня на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал, приходите в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм. Там часто бывают анонсы новых видео. А также сегодня я наконец-то дошла до Телеграм и открыла там страничку своего канала. Кто есть только в Телеграм, приходите туда, там тоже будут выкладываться видео и писаться какие-то интересные новости. Всем до новых встреч, огромного вдохновения! Субтитры сделал DimaTorzok